Вот так. Так, кто-то, привет. Алло. Да, я тебя слышу, что меня не слышишь? Ну, что-то я спросил его привет, а ты ничего не сказал. Я говорю привет, и уже дважды. Теперь слышно. Но можно твой звук было бы немножко увеличить. Как он? Так и работает. Ну ладно. Значит, тема, которая нас позвала к экрану, как называется? Формулируй, как тебе интересно. Ну, я так понял, что... Этим это обвал системы воспитания. Ну, это да, это в общем. На постсоюзном пространстве. Ну, не только и образование тоже, но вот. Но нас позвало к экрану расхождение в том, что я вот сейчас делаю в 161-й школе воспитание через взаимное обучение, а ты говоришь, что нифига старый забор подтирать, надо собирать материал на новый забор. Вот это вроде тема нас позвала в дорогу. Я сейчас пишу грант как раз на эту тему. Использование старых моделей воспитания в нашей культуре традиционной для создания новой системы воспитания. Ну, то есть, заявку на грант делаю, да? Да, сейчас собираю заявку, будем по России ездить с моими семинарами. Будем играть в воспитание в малых формах. Ну, понятно. Ну, вот. Ну, как сказать. Конечно, можно строить новое что-то. Я хочу из этой школы сделать пример, что можно и в старой школе это сделать. Даже в этих жутких совершенно условиях. Когда все окружение, вся среда, все начальство не поддерживают. Ну, наверное, в последний раз. Потому что я уже много раз завлекался в государственной школе не работать. Если и в этот раз не получится, ну, тогда все. Ну, вот государство нам заявку опомнило на мой курс. Приобретает пока моих 12 часов. В центрах занятости преподавать. 12 часов своего курса. Вроде интересуется. Посмотрим, во что это вылезет. Будем воспитывать тьютеров общественного здоровья. Теми воспитаниями. А в каком виде выразился государственный заказ? Ну, в лекции. В лекции с презентациями. Моя задача пока сейчас, по крайней мере, у людей в тему ввести. Что такое саматопсихология и как она может быть базой для воспитательных программ. А скажи, пожалуйста, вот эта воспитательная программа, она требует затрат? Ну, государство нам оплачивает наши часы, а люди бесплатно занимаются. У нас государство выкупает в часы нашего времени. Если пойдет дальше, тогда по всей России ведут. А пока только Московская область заявку оформила на психологию здоровья. Ну, это очные занятия, да? Онлайн? Онлайн, да? Да. Сейчас набрали 50 студентов, и вот они должны из 15 курсов выбрать свою программу, по которой они пойдут. Моя тема саматопсихология, там есть арт-педагогика, есть фитотерапия, базы и так далее. То есть выбирает направление, в котором хотят получить знания, навыки. Ну, то есть это выкупило какой-то пединститут или что? Ну, государственный заказчик, что там? Это министерство соцзащиты. А, министерство соцзащиты? Да. Ну, центр занятости, же одной, как соцзащититель. Ну, пока уже пробный шар, да. Ну, я вот что хочу понять. Смотри, у государства есть затраты на образовательную систему. Если твою систему внедрять, то это еще дополнительные затраты. Вот это я хочу от тебя услышать. Да, я ленью? Конечно. А как по-другому? Вот я сейчас буду грант делать, в теме гранта буду методички писать. У меня только на методички полтора миллиона заложено. Если сейчас грант пойдет, тогда государство оплатит мне создание методического сопровождения моего курса. Ну, то есть, вот эта оздоровительная программа, она отдельная стадия расходов, правильно? Да, конечно. Просто я, видишь, делаю не замещающую, а добавляющую. То есть, учителю физкультуры рядом хочу поставить сопровождающего воспитателя. Не убрать учителя физкультуры, а сопровождающего воспитания. А в идеале-то, конечно, у учителя физкультуры были навыки к саматопсихологии, индивидуальный подход. У него этого нет. Наши учителя физкультуры, они заточены на спорт, на любительский массовый спорт с выходом на профессиональный. То есть, это вообще к здоровью не имеет никакого отношения. Понимаешь, они не тех готовят, они готовят спортивные кадры в школе. Там не надо этого готовить. Этому готовят олимпийские школы, олимпийского резерва. Вот они должны готовить. В школах должна быть культура, физкультура, но никак не спорт. А когда освобождается от урока физкультуры, соответственно, мы говорим, что это вред. Ну, как может человек освободить от урока физкультуры? В любом состоянии, со сломанными руками, ногами. Он может моргать хотя бы на урока физкультуре, понимаешь? Если освобождается, значит оно вред несет. У меня люди со сломанными позвоночниками приходят заниматься. Вот на носках качаются, на коленочках развиваются. Какая разница, чем ты переломан? У тебя есть что-то, с чем ты можешь двигать, то есть набирать опыт. Тело свое узнавать, что у меня болит, что не болит. Я так понимаю, что правильное расходование государственных средств – это выпускать правильных учителей физической культуры, правильно? Оно невыгодно. Если сейчас будут правильно вложенные деньги, инвестированные, тогда они дадут большой доход, ну, в смысле, выхлоп. А с большим выхлопом надо что-то делать, государство не готово. Вот когда деньги в песок уходят, тут ничего не надо делать. Ну, вроде все отчитались, все хорошо. А когда какой-то эффект есть, вот тут непонятно, что делать с эффектом. Чиновникам легче запускать те проекты, которые не дают никакого эффекта. Не, погоди. Я сейчас вопрос задаю. Ты государственник и я государственник. С точки зрения нашей с тобой точки зрения. Правильно было бы это? Выгодно, да. Учителей физкультуры учить на правильных учителей физической культуры. Не только физкультуры. Уроки художественных искусств должны себя брать в тему физического воспитания, чтобы они кисть вели на каллиграфии, понимаешь? Любое тело движения человека должно быть осознанно и проведено через себя, через нутро, через психику. Ты должен получать удовольствие от любого своего телодвижения. Какая разница, что ты занимаешься? Любые помогающие специалисты должны понимать, как работать со своим телом. Иначе они будут зажаты и комплексы свои передавать детям. Ну тогда получается, что и вообще всем учителям, в первую очередь которых выпускают, тоже какой-то вот этот курс должен быть. Да конечно. Что психологам? Да всем помогающим специалистам. Ты пока себе не помог. Ты кому поможешь? Они же идут туда, чтобы под болячек избавиться. На учителей учиться, на психологов. Понимаешь? Не для того, чтобы у людей учить, а чтобы свои болячки победить. Вон скольких я знаю. Они с глубокими комплексами, с глубокими травмами. Все эти помогающие специалисты. А через тело мы с этим можем работать. Вон мы работаем. Сколько стрессов у девчонок выходит? Знаешь, о чем я сейчас думаю? Я сейчас думаю о 161-й школе. Вот. Ну значит, соответственно, там тоже надо в уроке физкультуры перестраивать на... На физкультуру. А, ну да. На физическую культуру. На культуру. Именно. Чтобы культура была, а не спорт. Спорт это часть культуры. Но это не культура. Понятно, понятно. Ну ладно. Ну ладно. А сколько стоит, чтобы ты приехал в школу и там неделю позанимался с учителями культуры? Вот мне платят. Я сейчас в частной школе преподаю. Тысячи рублей сейчас групповые занятия. Ну а сколько надо для школы, чтобы этих часов-то? У меня в неделю берут 4 часа. Онлайн. Почему? Офлайн. А, офлайн. Тогда кроме этой оплаты надо еще платить проезд, гостиницу и все прочее? Конечно, конечно. Понятно. Понятно. Ну и так сказать, через сколько таких часов, таких недель по 4 часа в неделю в школе появится уже для учеников физическая культура? Я могу давать онлайн для учителей, потому что у меня курс рассчитан на 2 квадратных метра. То есть они могут получить у меня онлайн, а детям давать офлайн. Я просто посмотрю. Самое главное дать учителю инструменты безопасности, чтобы ребенок не травмировался. Ну и учитель, чтобы не травмировался. Ага. А где это достаточно? Вот онлайн выйти, буквально в помещение комнаты хватит учителю. То есть самое сложное это кувырок. Это прям, знаешь, тема стрессовой ситуации, что кувырок. Поэтому мы очень много времени посвящаем к подготовке к теме безопасности. И в итоге задача какая? Чтобы после каждого занятия человек уходил победителем. Сегодня у него получилось больше, чем вчера. И тогда он будет победителем каждый день. Он привыкнет быть победителем, понимаешь? Ага. Вот в чем задача. Убрать токсичность за счет позитивных побед. Убрать что? Я не понял. Токсичность. Вот этот внутренний стресс, что ты ничего не можешь, что ты чмо, у тебя ничего не получается. Вот эти вещи надо убрать. А если ты со своим телом работаешь, ты всегда можешь быть победителем. Я сегодня сделал чуть больше, чем вчера, понимаешь? Ага. Это тема состояния, а не рекордов. Ну мне так послышалось, что тогда в этой школе этому нужно учить всех учителей. Желательно, да. Ну, включая директора. Конечно. Почему? Потому что чем они больше? Смотри, самое главное, чтобы человек сам в себе выстроил отношения сам с собой через тело. И чем он лучше будет владеть собой, своим телом, тем он будет спокойнее работать в парах. Тем он будет спокойнее работать с коллективом, потому что он уверен в себе. То есть он самодостаточен. Ага. Ну, понятно. Ну, понятно. Так, ну, ты можешь мне, когда мы выложим эту запись, в описании дать ссылку, где смотреть примеры таких занятий? Ну, у меня же группа есть на Фейсбуке, ВКонтакте. Там и у меня каждую субботу беседка, я разговариваю с людьми бесплатно, отвечая на вопросы. Вот. И так, эти мои курсанты выкладывают свои замечания. Вот я тебе иногда скидываю находки наших курсантов. Они же тоже замечания делают по нашим рефлексиям. У нас после каждого занятия есть обратная связь. Что ты чувствовал, как у тебя в семье, как на работе это стреляет, то, что мы поделали. Чтобы они корреляцию нашли, то, что происходит с телом, и что происходит с их отношениями в этом ключе. Ага, ну, понятно. Ну, смотри, мой-то вопрос был очень простой. Ты даешь ссылку на эту группу, а люди, которым интересно купить твой курс, идут туда и смотрят, про что тут у нас речь. Правильно? Да, а может в субботу зайти и сами задать любые вопросы, если что-то непонятно. А, то есть ты еще дашь ссылку на свои еженедельные стримы, да? Да, беседку, да. Там же в группе эти объявления вывешиваются. Поэтому, пожалуйста. Ну, классно, ну, классно. Ну и все, плюс у меня группа одна онлайн, ты же знаешь, и одна оффлайн. Сейчас пока международную группу приморозили, потому что там с ковидом у людей всякие с родней бегают, поэтому международную прикрыли. Ну, если народ будет, то включим международную. Они отличаются тем, что наша группа, она вечернее время после работы, а международная, она была утренней. Поэтому, если кому-то из людей удобнее утреннее, мы соберем опять группу на утреннюю. Ну, понятно. А вечернее в какое время? Ну, получается в 6.30, ну, в 18.30 по Москве. В 18.30, в 19.30 сейчас. А, по Москве, да? Да. Ну, понятно. Ну, понятно. Ну, получается, у нас один день получается изометрическая гимнастика, второй день фасциальная растяжка, третий день адаптивная акробатика и четвертый дыхательная гимнастика. Вот четыре раза в неделю у меня девчонки-пусатки занимаются онлайн. Ага, ага. Ну, понятно. Значит, на мой вопрос я не получил ответа про заниматься ли государственной школой или нет. Можно. Я нашел выход. Я нашел. Отдайте мне четыре предмета и ничего менять не надо. Отдайте физическую культуру, отдайте трудовое воспитание, чтобы это было воспитание. То есть отдайте обеспечение безопасности жизни и деятельности. Не жизнедеятельность, а жизни и деятельности. Там тоже это можно делать, понимаешь? И художественного развития, то есть танец, пение и так далее. Вот, четыре предмета воспитательных. Ага. И можно горы свернуть, понимаешь? Вот, чтобы эти четыре предмета вели личности. Не просто педагоги, а личности, устойчивые личности. Тогда расшифруй, пожалуйста, свои слова. Что значит, отдайте мне эти четыре предмета. Смотри. Если вот мы готовим арт-педагогов. То есть человек, который развивает творческую жилу. То есть одаренность человека. На основании саматопсихологии. То есть он себя чувствует и он реализуется через художественные формы, через трудовые вещи. Понимаешь? Вот таких специалистов. Но я сейчас хочу перевести это на язык школьных учителей. Это учителя рисования или что? Да, это учителя рисования, учитель физической культуры, трудовое воспитание. Здесь очень тяжело будет трудовое воспитание. Из труда сделать трудовое воспитание надо будет тяжело. Но можно. Вот. И уроки пения, и уроки рисования. Понимаешь? Вот они сейчас пустые эти предметы. Вот их наполнить воспитанием. И тогда будет смысл, понимаешь? Тогда все остальное станет смыслом. Ага. Ну, понятно. Ну, понятно. Ладно, отдадим. Хорошо. Сейчас поговорим с директором и отдадим тебе этих учителей на воспитание. Давай я тебе ссылку отправляю. Вот эту запись тебе отправить? Ну, конечно, да. Хорошо. Я тогда сейчас в Google Диск скину и ссылку тебе дам. Да. Ну, ты можешь у себя выложить разговоры. А я своего ютуба возьму ссылку. Хорошо. Просто у себя выкладывай на ютуб, ладно? Давай. Вот. Ну, и я там пару ссылок дам. В описании положишь. Хорошо. Чего такое мы делаем в 161-й школе. А можно я пару слов уже в качестве прицепа и дополнения про эту школу скажу? Говорит. Что мы делаем? Значит, мы запланировали в этом году провести для учителей и родителей 6 семинаров учебных. Значит, в первом полугодии 3 семинара и во втором полугодии 3 семинара. Семинар длится где-то полтора часа. И 4 педсовета, которые тоже проходят в парном режиме. 2 педсовета в первом полугодии. Один мы уже провели. Значит, второй будет в декабре. Ну, и во втором полугодии тоже 2 педсовета и тоже в парах. Вот. Это первое. Второе, значит, что мы сделали, это мы уже, так сказать, начали съемку видео, как идет работа в парах в начальной школе. То есть, мы начали с начальной школы, переводим ее постепенно на парное взаимное обучение. В некоторых классах, а всего там классов по 2 параллели, то есть 8 классов, значит, в двух классах более-менее стабильно это идет. Примерно 50% времени дети занимаются в парах. Это уже очень много. Вот. Да. Дальше что? Значит, подключили школьного психолога. Значит, школьный психолог, очень интересная женщина. Она 10 лет проработала в исправительном учреждении до этого. Хотя у нее психологическое нормальное образование. Вот. И имела дело с заключенными. Но работала она не как психолог, она работала как заведующая вот магазином для заключенных. Вот где они покупают дополнительные разные там продукты, что-то еще, да? Вот. И там она, конечно, насмотрелась на вот этих людей очень много. Сейчас она первый год работает в школе. Мы ее подключили вот к чему. Мы составили список параметров, которые характеризуют качество жизни школы. Кстати, было бы интересно, если бы ты подключился к составлению этих параметров. Я думаю, что от тебя мы бы получили огромный вектор позитивный. Нам нужно измерять качество жизни школы. Мы планируем эти измерения проводить не больше, чем два раза в год. Вообще-то лучше один раз в год. Я разрабатываю технику маркировки эффективности мероприятий. Во-во-во-во. Только у нас не одно мероприятие, а в целом качество жизни школы. И психолог уже оформила эти параметры. Измерения ведутся среди учителей, среди родителей, среди детей и среди администрации. Вот пока эти четыре группы участников учебного процесса у нас запланированы в будущем. Ну, еще добавится вышестоящее начальство и выпускники, которые уже из школы ушли. Ну вот. Теперь что еще? Значит, мы снимаем все эти семинары и педсоветы на видео. И формируем группу, которая занимается разработкой оргпроектов каждого из этих мероприятий. И вот эти вот педсоветы и семинары проводятся по специально разработанному в виде текста и алгоритмов оргпроектов. Вот что у нас на сегодня делается. Значит, что еще у нас? Ох-ох-ох, вспомнить бы. Ну да. Вот, пожалуй, вот это вот мы вот делаем. А где школы находятся? Город Зеленогорск, Красноярский край. Соседи. Вот, значит, эта школа, она получила статус школы Росатома. Соответственно, в ней там уже много чего сделано в направлении, ну, материальном. Вот, и таком, ну, оборудование всякое вот это вот все. Вот, там ремонт сделано, специальные особые помещения сделаны, как они называют их, open space. Вот. Значит, ну, и в этих open space мы и проводим семинары и педсоветы. Ну, там у них и занятия тоже проходят. Вот, кроме того, вот... У меня слишком тема, у меня индивидуальная практика, потом обязательная парная работа, потом командная работа. То есть люди чувствуют друг друга. Вот. Поэтому какие-то занятия надо будет проводить командой. Вот, смотри, значит, мы во все оргпроекты всех, и педсоветов, и семинаров, мы включили вот это твое, что перед тем, как сесть в пару, люди делают вот это вот, как ты ее называешь, назови как-нибудь. Какая? Ну, там, вот, руками вот так делают. Мелкая моторика, упражнение на мелкую моторику. Не, не только, но именно касание, на касание вот так. Касание – это тема дистанции. То есть каждая дистанция предполагает определенные инструменты, мы должны их знать. Ну, мы делаем вот это. Когда работает в паре, держит вот так. Хочет взять слово, делает вот так. Очень-очень важно тактильность развивать. Ну, вот, вот это мы твою штуковину прям включили в оргпроект, и она выполняется. Вот, на каждом мероприятии. Человек меняет партнера в паре, снова все повторяет. То есть за полтора часа много раз делаю. Каждый делает несколько раз. Вот. Ну, да. Вот. Ну, что еще? Что-то можно онлайн, а что-то можно интенсив пригласить. Я четыре дня, пять дней, вернее, прокачиваю. По шесть часов. Ну, да. Ну, я так езжу в Тверь. Вот. Значит, ну, в этой школе для меня благоприятная обстановка, потому что все это поддерживает директор школы. И там уже пять лет работает методист школы, которая уже двадцать лет находится в КСО-движении. Вот. То есть она в теме, и вообще все там знает, и Ривина, и все такое. Вот. Можно сделать совместный проект с Институтом арт-педагогики, а можно со мной смотреть, как удобнее будет. Ну, да. Ну, сейчас вот наш разговор покажем директору школы, что она скажет, и посмотрим, может быть, какой-то будет заказ на вот эту вот твою культуру. Я ведущий специалист по саматопсихологике Института арт-педагогики Твери. Если удобнее будет между организациями, можно между организациями сделать. Если у меня как специалиста пригласить, я как специалист приеду. Хорошо. Ну, для них скажем, что ты живешь в Новосибирске. Да, я в Новосибирске тут рядом. Про транспортные расходы говорим. Ну, да. Ну, ладно, Анатолий. Спасибо. Спасибо, взаимное. Доброго здоровья, хорошего настроения. Взаимно. Всем привет. И как можно больше хороших людей вокруг. До свидания.